Итак, это Украина. Вернее, Украины ещё нет, есть Российская империя, но скоро будет и Украина. Так вот, в начале 20 века Россия переживала народное волнение. Люди устали от царизма и желали перемен. И в итоге в 1905 году произошла революция, давшая народу больше свободы, а общество стало всё больше радикализироваться. В 1914-м Россия вляпалась в Первую мировую войну и стала терпеть там некоторые неудачи. Германия оккупировала некоторые западные земли империи, а на войну слили много сил и денег. Всё это пошатнуло экономику России, а народ стал голодать и меньше зарабатывать. В общем, проблем навалилось много и в итоге произошла февральская революция, которая провозгласила Россию демократической республикой. Стоп, секундочку, у нас маленький перерыв. Друзья, знакомьтесь, спонсор этого видео Currency.com. Это первая в СНГ криптобиржа, которая регулируется белорусским законодательством и актами парка высоких технологий Республики Беларусь. Что хорошего предлагает Currency.com? Вот вам несколько причин зарегистрироваться там прямо сейчас. Первая причина – это огромный выбор криптовалют. Биткоин, Этериум, Рипл, Лайткоин, USDT, Биткоин Кэш и ещё много других. На Currency.com вы сможете выгодно покупать или продавать криптовалюту с помощью фиатных средств. У компании есть прямой счёт в Сбербанке, что позволяет сэкономить на комиссиях. Наконец, на криптоплатформе доступно более 2000 токенизированных активов для инвестиций и трейдинга. Вы сможете создать собственный аккаунт или торговать через демо, функционал которого не отличается от реального. А ещё Currency.com постоянно проводит публичные конкурсы для трейдеров и щедро награждает победителей. Так что не пропустите. Приводите друзей, ибо за их пополнение вы сможете получить токены на акцию в подарок. Ну а все ссылки на Currency.com вы найдёте в описании. Перемен также желали украинцы. И в марте 1917 года было образовано первое современное украинское правительство – Центральная Рада. Её председателем стал известный украинский деятель того времени Михаил Грушевский. И у всех этих ребят была одна цель – добиться автономии Украины в составе России. В итоге они стали осуществлять свои планы и летом 1917-го Центральная Рада издала два универсала, провозглашая таким образом украинскую автономию. Временное правительство эту автономию признало, однако многие вопросы ещё предстояло решить. Но в октябре этого же года происходит ещё одна революция – Октябрьская. И временное правительство просто сфергли. Большевики начали захватывать территории. И в итоге на следующий день после революции была провозглашена автономная Украинская Народная Республика, охватывавшая ещё большую территорию и претендовавшая и на другие земли, где жили украинцы. Центральная Рада стала проводить реформы. В Украине ввели восьмичасовой рабочий день, национализировали землю, объявили свободу слова и печати, отменили смертную казнь и сделали ещё много чего полезного. Однако существованию УНР угрожали большевики, которые впоследствии ступили на территорию Украины и быстро захватили её половину. Там была провозглашена Украинская Народная Республика Советов. И в итоге Центральная Рада выдаёт четвёртый универсал, провозглашая таким образом независимость Украины. В это время на территории подконтрольной большевикам появляются Донецко-Криворожская и Одесская Советские Республики. И Красные продолжают поджимать Украину. Понимая всю безысходность ситуации, Центральная Рада посылает свою делегацию в Брест, где в этот момент РСФСР и Центральные Державы пытались заключить мир. Украина просит немцев указать большевикам покинуть территорию Украины, и те соглашаются, прося взамен поставку продовольствия в Германию. После заключения Брестского мира сам Брест становится частью Украины, а немецко-австрийско-украинские войска постепенно начинают освобождать территорию от большевиков. Однако немцы, чей многочисленный контингент теперь располагался в Украине, рассмотрели Центральную Раду как ненадежную и слабую власть, которая к тому же потеряла доверие народа из-за конфискации продовольствия у крестьян, которое по условиям договора должно было поставляться немцам на Западный фронт. В итоге Германия устроила государственный переворот, и к власти в Украине пришел Павел Скоропадский, который объявил себя гетманом и стал по сути монархом, а государство из Украинской Народной Республики превратилось в украинскую державу. Украина обросла новыми территориями и даже полезла захватывать Крым, взяв большую его часть и город Симферополь под командованием полковника Петра Болбачана. Однако через пару дней украинцев оттуда прогнали немцы, сказав, что по условиям Брестского мира Крым принадлежит не Украине. За 9 месяцев правления Скоропадского в Украине построили много школ, библиотеки, театров. Здесь, в отличие от всех своих соседей, даже не голодали, и спасаясь от войны, в этот островок мира приезжало много людей. В общем, Украина развивалась. Во внешних делах все тоже было очень хорошо. Рядом появились две новые независимые республики – Донская и Кубанская. Они развивали дружеские отношения с Украиной и ориентировались на неё. А Кубань так вообще собиралась объединиться с украинской державой. Но вот у кого дела были плохи, так это у простых людей. При Скоропадском акцент вновь был взят на поддержку буржуазии, а немецко-австрийские войска в Украине творили здесь не очень хорошие дела. В итоге Украина погрязла в сельских восстаниях, а вскоре Первую мировую войну проиграли и охранявшие её центральные державы. И Скоропадский остался один на один с большевиками. После чего Гетман объявляет об объединении с Белым движением с целью создания единой федеративной России. Таким образом, Скоропадский оттолкнул от себя украинскую интеллигенцию и военных, а вскоре был свергнут, и вместо украинской державы вновь появилась УНР, а к власти пришла так называемая директория, главой которой стал Симон Петлюра. В этот момент также начинает разваливаться Австро-Венгрия, и первой из неё вышла Западноукраинская Народная Республика. Но у неё под боком возродилось ещё одно опасное для Украины государство – Польская Республика, которая сразу же на неё и полезла. С другой же стороны Украину захватывали Красные и Белые. С юга высадку сделала Антанта, а в районе Екатеринослава буянили анархисты Нестора Махно. Но к этому моменту у Украинской Народной Республики уже была неплохая армия. Её численность переваливала за 100 тысяч человек, плюс ещё 30 было у галичан. У Украины была авиация, бронепоезда и до недавнего времени и флот. Всё это делало украинское движение, третьей по силе в гражданской войне. А ещё недавно Румыния овладела кусочком украинских земель, а конкретно Буджаком и Северной Буковиной. Это вызвало недовольствие у местных украинцев и даже некоторых молдаван. И в итоге в Буковине вспыхнуло 30-тысячное Хотинское восстание. Восставшие селяне подражали УНР и попросили Украину им помочь. Однако у неё и у самой проблем было по горло, и в итоге румыны жестоко подавили восстание. Большевики же продолжали наступать, и 22 января 1919 года УНР из УНР заключают некий акт злуки и объединяются в одно государство. Но к началу апреля под контролем директории остаётся одно лишь подолье и часть Галиции, а вскоре поляки отбили и её. Но затем в Украину приходят белые, и петлюровцы берут себе немножечко территорий. Небольшой очаг сопротивления образовался и в Наднепрянской Украине, где была провозглашена Холодноярская Республика, которая просуществует даже больше, чем УНР. Но затем возвращаются большевики, а с другой стороны петлюровцев всё так же давят поляки. В общем, положение у них было не самое лучшее. Фууууууу, тяжко, но воевать нужно. В итоге петлюров в Варшаве подписывает мир с поляками, по которому к Польше переходит западная Украина, но зато теперь они вместе будут воевать против большевиков. Им удалось отбить Киев, где глава польской республики Юзеф Пилсудский сказал, что украинский народ достоин своей независимости. Но в Киеве украинско-польские войска долго не продержались и красные перешли в контрнаступление. В итоге Украинская народная республика перестала существовать, а шанс на независимость был утерян, и Украина сможет обрести её только через 70 лет. Так что напишите в комментариях, поддержали бы вы это государство. Ну а на этом ролике я буду заканчивать, так что с вами был Дудл, всем удачи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok